Итак, дорогие друзья, доброе утро, доброе, добрейшее, прекраснейшее утро. И мы начинаем наш традиционный урок Торы, в котором мы изучаем великую, величайшую мудрость, которую получили пророки напрямую от Бога. У нас есть уникальная возможность в современном мире, то, что сейчас стало доступно, на то, что не было доступно людям никогда вообще, за всю историю человечества не было такой возможности, чтобы вот так вот сесть, взять телефон, взять такую коробочку и увидеть человека, который сидит в Иерусалиме, я сижу в Иерусалиме, в Святом Городе, и слушать его вообще нету, даже проводочка нету, даже птичка не принесла, представляете? Вообще удивительное время, мы живем в удивительную эпоху, и очень важно просто научиться открывать глаза и это замечать, потому что большинство людей не видят ничего, кроме каких-то своих проблем, сложностей и так далее. Мы живем в чудесное, прямо просто чудеснейшее время. Хорошо. И у нас есть возможность изучать мудрость великого царя Соломона Шлома Амеллах, который жил 3000 лет назад, построил первый Иерусалимский храм в городе Иерусалиме, это было примерно 2900 лет назад, правильно? Примерно, плюс-минус, 2900 лет, представляете? Прошло с тех пор. Только через 900 лет после него в Риме построили все вот эти вот штуки, там римские, да, все ездят в Рим, вау, древний город. Вот древний город. А знаете, где находится самый древний город? Иерихо. Иерихо, это отсюда где-то километров ехать до Иерихо 20. 20 километров от Иерусалима, это считается официально самый древний город на земле, иерихо, представляете? Вот такая вот история. Теперь, значит, что нам говорил царь Соломон? Мы сейчас дошли до 29 главы, и все остальные главы вы можете посмотреть на сайте vaikra.com. Пожалуйста, зайдите на сайт, этот сайт возник недавно, недавно он возник. И мне очень нравится эта платформа для преподавателей Торы. Там есть все мои уроки Торы. И сейчас вот, интересно, видно, или это будет в другую сторону? Vaikra. Не так, вообще почему-то в другую сторону показывает. Ну ладно. В общем, напишите кто-нибудь, да, кто знает, как называется сайт. Напишите, пожалуйста, как называется сайт vaikra.com. И там есть все мои уроки, и уроки еще более ста преподавателей Торы, которые объясняют ту мудрость, которую Бог передал, как работает мир. Все. А мы сегодня продолжаем 28 главу. Мы вчера изучили первый отрывок, сегодня второй отрывок. Значит, написано так во втором отрывке. Бербот садитим и смах аам. Когда умножаются праведники, радуется народ. Радуется народ, когда умножаются праведники. Хорошо. И вторая часть этого же отрывка. Убымшоль, раша, я анах ам. А когда властвуют злодеи, вздыхает народ. Это сейчас чистая пошла политика. Уже 2900 лет назад царь Соломон показывал, как работает мир. Смотрите. Он говорит, есть народ. Ам. Ам это народ. Значит, чем отличается, кстати, народ. Есть разные слова в Торе, которые обозначают народ. Есть народ как национальность. Да, то есть народ, там, русские, украинцы, евреи, есть там, арабы, персы и так далее. Это называется ам. Народ, национальность. А есть лиум. Лиум это общность людей, которые объединены одной идеей. Например, американцы, это не народ. То есть нет такой национальности. Это не национальность. Американцы, это именно, можно сказать, по-русски народ. Они объединены одной идеей. Верой в Конституцию США, например. Есть народ, который называется мусульмане. Мусульмане, например, у них есть единая вера. Но они могут быть разных национальностей. То же самое есть евреи. Иудей, это национальность. А есть иудей, это вера. То есть иудаизм, это колено иуда. То есть вот такая вот, понятно, да, идея. Теперь дальше. Есть над каждым народом, есть власть. Так устроено, что нет ни одного народа, чтобы у него не было власти. То есть есть власть. Власть устроена по-разному. Есть власть, которая устроена демократическая власть. Вот в Израиле за последний год, за последний год, сейчас будут четвертые выборы. Почему? Демократия. Демократия. То есть есть целое... Народ выбирает своих представителей. Эти представители с собой, друг с другом не могут договориться. И когда они не могут договориться, и чтобы большинством голосов принимать законы, там, бюджет государства и так далее, то, ну, не могут они договориться. Все. Распадается. Опять выборы. Опять выбирают. А так как народ тоже разделен. Одни за одних, другие за других, третий за третьих. И они между собой не могут никак, народ, договориться. Четвертые выборы за год в Израиле. Можете себе представить. Четыре раза за год не могут. А выбираются обычно на четыре года. Но правительство не может никак устоять. Представляете вообще? Это демократия. Теперь и бывает, бывает власть, как, например, власть в Белоруссии. Да, там 20 лет один властитель, диктатор, который держит власть. И вот смотрите, как тонко написано 29 глава 2 отрывок. Можете прям найти любой перевод. И вы увидите, как царь Соломон передал вот эту вот мудрость, как он передал в словах. Смотрите, когда умножаются праведники во множественном числе, радуется народ. То есть, если управляют народом праведники люди, которые честные, которые добрые, которые хотят делать добро. И таких людей, они обычно, это демократия, их много. Это советники, они советуются, они друг с другом общаются. То есть, это нет единоличного принятия решений. И когда умножаются праведники во власти, да, тогда радуется народ. Ведь в Америке, смотрите, как происходит. США, почему США все-таки самая мощная страна мира? Потому что у них есть Конгресс, у них есть Сенат, у них есть Президент, у них есть Верховный суд. И никто не может заставить другого делать то, что он хочет. Никто. То есть, они могут останавливать друг друга, но заставить один другого не может. И это такая очень уравновешенная система, да, которая держится, поэтому у них есть сила. Теперь, вторая часть отрывка. Убымшоль раша, а когда властвуют злодеи в единственном числе. Не злодеи. Злодеи не могут властвовать, потому что злодеи никогда друг с другом не договорятся вообще. Они будут воевать, пока кто-то один не уничтожит всех остальных злодеев. И здесь мы видим власть диктатуры. То есть, диктатор, когда он поднимается на власть, если он злодей, а именно единолично править может только злодей. Потому что, ну, добрый, хороший человек, он не будет править единолично. Он скажет, а вдруг я ошибусь, а вдруг у меня какие-то будут... Давайте вместе решим. Давайте вместе решим, как народу хорошо. Зачем ему править одному, если он хочет добра для всех? Он будет стараться, если он праведник, то он будет стараться собрать систему, которая ему будет помогать. Теперь, но если продолжает царь Соломон второй отрывок. Убэмшоль раша. Когда властвует злодей, Иоаннахам будет вздыхать народ. Потому что злодей, он подавит всех, он вырежет всех, кто может ему помешать, как Сталин. Он вырезал всех, причем всех, потом детей всех, потом тем, кто потенциально могут стать его врагами. То есть Сталин косил всех. 30 миллионов человек он убил, чтобы удержаться у власти. Можете себе представить, что такое злодей? 30 миллионов человек уничтожил Сталин. Почему? Потому что, когда злодей поднимается на власть, его единственная задача, это всех потенциальных соперников убрать. Все, их не будет. Понятно, да? Как это? Второй отрывок 29 главы. Теперь третий отрывок царь Соломонам открывает уже другой абсолютно закон. Это сейчас он... То было второй отрывок про общество. Теперь, значит, третий отрывок про лично, про человека, про каждого из нас. Говорит царь Соломон. Иш, Оэв, Хохма, Исамах, Алиф. Человек, который любит хохму, любит божественную мудрость, будет радоваться его отец. Сейчас мы разберемся, что имеет в виду. Это же притчи, то есть он через притчи, через примеры показывает очень глубокие вещи. Значит, третий отрывок. Человек, любящий божественную мудрость, радуется его отец. Вероэ Зонот. А тот, кто... Роэ это как пасет дословно переводится. Тот, кто пасет или еще от этого же слова. Раэ это близкий. Тот, кто близок к Зонот. Зонот это женщина легкого поведения. Значит, тот, кто близок к женщинам легкого поведения. Ябет он. Он потеряет имущество. Потеряет он имущество. Давайте посмотрим. Значит, объясняют нам мудрецы, что у человека внутри есть... У любого человека есть внутри такое качество, которое называется любовь. То есть, любовь, она есть. Откуда есть любовь? Что такое любовь? Значит, Тора нам объясняет, что любовь... Слово любовь на еврейте это Аава. Аава это любовь. И это же слово по числовому значению. Оно равно слову Эхат. Один. То есть, любовь это когда ты с кем-то становишься одним целым. Любовь это полное соединение. И почему у любого человека в сердце есть любовь? Потому что, когда он был в животе у мамы, он был с мамой одним целым. Он был с мамой одним целым. И он был с Богом одним целым. То есть, маленький ребенок, у него нет еще фильтров информационных, которые обычного человека отделяют от своей души и от Бога. Теперь получается, что каждому человеку знакома любовь. Потому что, когда он был в животе у мамы, он был одно целое с мамой и одно целое с Богом. Потом человек выходит из живота. И он всю жизнь, он ищет с кем бы соединиться. С кем соединиться, с кем стать одним целым. Теперь, у одного человека, у него направленность его любви, он хочет соединиться с Богом. А как соединиться с Богом? Он молится Богу, он благодарит Бога, он изучает Священное Писание, то, что Бог дал через пророков. То есть, человек, который хочет соединиться с Богом, опять стать с ним одним целым, он изучает Тору. Он, Тора это то, что получили мы через Машер Абейну. Он соединяется с Богом. Это он стремится, то, что здесь написано, Иш-Оэф-Хахма, человек, любящий божественную мудрость. Радоваться будет его отец. Кто его отец? Слово отец, оно переводится как в следующем. Есть родитель, тот, кто родил. А есть отец, тот, кто обучил, тот, кто дал человеку знания. Это тот, кто его отец. Может быть, отцом его воспитатель, его учитель и так далее. Это как отец. Теперь, когда человек любит божественную мудрость, то радуется его отец. Отец на небесах, это Бог. Или тот, кто его обучал этой божественной мудрости, он радуется. А тот, кто любит зонот, тот, кто свою любовь направляет на зонот, это женщины легкого поведения. То есть, человек, он живет, и вот у него недостаток любви. И он думает, блин, ну что же мне, с тем же мне соединиться, с тем. И он думает, так, если я буду идти через божественную мудрость, через отношения, это путь долгий. Это настолько долгий путь, я должен быть добрым, честным, любить, помогать, соединяться, создавать что-то. Не-не-не, лучше я заплачу деньги и соединюсь с женщиной легкого поведения. Это такая имитация любви, это иллюзия любви, это не любовь, но это соединение. И это соединение, которое на секунду, ровно на секунду дает человеку ощущение, что он с тем-то соединился. Но по факту, да, по факту он же ни с тем не соединился. И это то, что царь Соломон нам объясняет, что тот, кто ищет соединение через животные инстинкты, через вожделение. То есть, человек, который через вожделение, он, например, вау, хочу, там, например, я не знаю, хочу борщ. Он с борщом соединился. Все, легко соединиться с борщом. Он заплатил, соединился, но это же не любовь, это иллюзия любви. Теперь, если он соединился с человеком за деньги, да, с вот этими женщинами легкого поведения, то тогда это же тоже иллюзия, это же неправда. То есть, он, и к чему это приводит, говорит царь Соломон, он потеряет, он это имущество, он потеряет то, что у него есть. То есть, при такой любви он теряет. При соединении с божественной мудростью он выигрывает, он соединяется с Богом, и так это работает. А с чем соединяться, вот это главный выбор человека. И соединение происходит через информацию. То есть, мы, как человек кушает еду, соединяется с едой, и еда становится им, так же человек соединяется с людьми и с информацией. Вот сейчас, например, мы соединяемся с вами, значит, общаемся, да, то есть, у вас входит какая-то информация. Но, насколько вы с ней соединяетесь, это выбор. Опять же, это выбор каждого из нас. Хорошо, и последний отрывок, сегодня третий отрывок, четвертый отрывок 29 главы. Четвертый отрывок. Опять царь Соломон нас возвращает к большим таким. Знаете, есть уровень, когда человек смотрит на себя внутри, и очень много в Мишле, в притчах, это царь Соломон обращается к каждому из нас и говорит, посмотри на себя, посмотри на свою жизнь, посмотри, как у тебя внутри, что у тебя внутри происходит. И так же у него есть другой уровень, как работает мир, как работает власть, как работает страна и так далее. Есть еще более высокий уровень, как работает духовный мир. Понятно, да? Теперь дальше. Говорит в четвертом, в пятом отрывке, в четвертом отрывке 29 главы, говорит так царь Соломон. Мелых бамешпад и амит орыц. Значит, царь судом, правосудием, даже точнее сказать, царь правосудием устанавливает землю в Иш Трумот и Арсена. И человек Трумот ее разрушает. Значит, в Израиле, в Израиле того времени, когда был царь Соломон, то есть был, царь Соломон был сыном царя Давида. И царь Соломон, интересно, он был всего лишь третий по счету царь в народе Израиля. Первый царь был Шауль, царь Шауль. Потом был, и он потерял свое царство. Почему он потерял свое царство? Он не был устойчивый. И была там ситуация, когда Бог ему сказал через пророка, делай вот так, через пророка Шмуэля. А царь Шауль послушался народ. Народ ему сказал, нет, сделай по-другому. И он послушался народ. И тогда пришел к нему пророк Шмуэль от Бога и говорит, слушай, ты не можешь быть царем над народом Израиля. Царем над народом Израиля должен быть только тот, кто близок с Богом. И все. То есть это царя ставит Бог. И он, царь Шауль, потерял власть и стал царем после него царь Давид. И после царя Давида его сын был царь Салмон. Так вот, была царская власть, а была власть духовная. Был в храме первосвященник. Первосвященник это был еще со времен Машера Бейна, Моисея, когда он вывел народ Израиля из Едипта и получил Тору. То был у него родной брат, которого звали Аарон. И он стал главным первосвященником. И с тех пор потомки, только потомки Аарона, это называется колено коинов, священников в народе Израиля, только они могли служить в храме. И вот, значит, были царь и был первосвященник. Значит, первосвященник, он отвечал за соединение людей с Богом. Царь, он отвечал за правосудие и за защиту народа от внешних врагов. То есть правосудие, чтобы это была исполнительная власть, царь, а первосвященник это была духовная власть. Теперь, какая задача исполнительной власти, чтобы был честный суд, правосудие. Это главная суть власти, чтобы в стране соблюдались законы. То есть эти законы были для всех одинаковые, чтобы были все, включая, вот интересно, например, в Израиле предыдущий премьер-министр там сидел в тюрьме и так далее. То есть неважно, кто ты. Если ты нарушил закон, то ты должен понести наказание. Если царь честный, то он, естественно, он правосудием, он устанавливает землю. Понятно, да? Теперь, но есть духовная власть и написано, вы и штрумот, человек, который в духовном плане должен поднимать народ к Богу, то этот человек, первосвященник, если его интересует только штрумот, только брать пожертвование, штрумот это пожертвование, то он разрушить может страну. Как это работает? Знаете, есть такая жутка, что один священник, он собирал на храм. И вот он собирал на храм, ходил, говорит, давайте, мне надо построить храм там и так далее. Но на храм пока не собрал, а аудио седьмую уже купил. Ауди машину хорошую уже купил. Пока на храм нет, но аудио уже купил. То есть когда человек, духовный лидер страны, вот как был пророк Шмуэль, про него написано, что у него из имущества была только табуреточка. Это посох и чайничек, и все. И он ни от кого, ни от одного человека, он ничего не принимал. И он был, это как бы символ, идеал пророка и священника. Он не брал, не брал ни у кого ничего. Теперь есть другой подход у религиозных деятелей. Они говорят, секундочку, для Бога самое святое. Самое святое, то есть для Бога главное. Кто здесь представитель Бога? Мы. Значит, получается, что есть такие священники, которые они очень считают, и у них есть на что положиться, что самое красивое, самое богатое, самое яркое должно быть именно у тех, кто служит Богу. Есть такие тоже. Но здесь нам царь Соломон говорит, смотрите, для царя главное, чтобы был справедливый суд, и только так он может установить успешную и счастливую страну. Но если нет духовного, духовного уровня у народа, и если народ не видит, что есть действительно духовные люди, представители Бога, которые все время молятся, которые здесь на земле, если они нечестные, если они алчные, если они по-настоящему не духовные. А очень много людей, которые представляют, как бы представляют религию, но они не религиозные. То есть они одеты, как, это знаете, как, когда мне говорят, вот там, религиозные евреи, ортодокс, они такие, сети, там, они, в общем, я говорю, послушайте, если они ведут себя, не соблюдают заповеди, ведут себя не по-религиозному, так не важно, как они одеты. Они могут быть одеты, как угодно, там, по-религиозному, они не религиозные. Религия – это не твой внешний вид. Религия – это то, как ты соблюдаешь заповеди Бога. И большинство людей, я могу это точно сказать, которые видны людям не религиозным, которые есть мир, который, как бы, отошел от религии, и они видят людей, которые, как бы, представляют религию, то, не могу сказать, большинство – не большинство, но если человек одет по-религиозному, это не факт, что он религиозный, и не факт, что он близок к Богу. То есть его действия, его поступки, его намерения, они определяют его религиозность. Понятно, да? Все, значит, это то, что мы поняли из 4-го отрывка 29-й главы, что тот, кто собирает пожертвования, он может разрушить страну. То есть, если духовные лидеры, они бездуховные и нечестные, то это рушит народ. Если царь, он несправедливый, не поддерживает закон, он рушит свою власть. И сейчас, например, главное обвинение Нетаньяу, при том, что он, это пример министра Израиля, что он где-то, он взял по дарте, где-то он там поступил чуть-чуть нечестно. То есть те, кто хотят его скинуть от власти, они именно утверждают, что он не, что он сам лично нарушает закон. И такого правителя, естественно, народ хочет скинуть, но он, если он злодей, то он уничтожит всех, кто может возглавить народ и будет держать свою власть до последнего. Так делали все диктаторы. Все, друзья, удачи, успехов, спасибо Богу, что через царя Соломона нам сообщают такие прям глубинные, понятные вещи, как работает мир. И с Божьей помощью теперь надо, если вы хотите, чтобы Бог вам, даже не так, Бог и так дает каждому из нас больше, чем мы заслужили, он дает так, как он добрый. Если вы хотите чуть-чуть Богу вернуть, то первое, благодарите Бога, то есть очень важно научиться за все хорошее отмечать, видеть и кайфовать от всего, что Бог вам дает. Вот не так, а, типа, есть у меня руки, но это же не важно, есть глаза, так какая у них важность, я могу дышать, да это что, разве за это благодарить. Если вы хотите жить счастливой жизнью, нужно благодарить Бога за все, что есть и помогать другим людям делать добро, чтобы не нарушать этот баланс. То есть тот, кто получает, он должен давать, тот, кто получает добро, он должен давать. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, полного любви к Богу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok